Практически всей сельхозпродукцией наша область обеспечивает себя полностью, а часть поставляется и в другие регионы. Товар со знаком «Тюменская марка» заслужили доверие наших покупателей. Сегодня у нас в гостях лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области», руководитель направления «Кролик Деревенский» Рашид Вагабов. Доброе утро. Здравствуйте. Рашид Магомедович, доброе утро. Аграрный бизнес, насколько мы понимаем, требует много затрат. Это и корма, уход за животными, ветеринары, оборудование, да много всего. Но при этом вы все-таки рискнули, организовали свое предприятие, и, если мы не ошибаемся, уже 5 лет оно работает. Насколько успешно мы разберемся, конечно. Но вот давайте вспомним, с чего все начиналось. Ну, начиналось, да, конечно, это все было очень интересно. Это началось все с трех кроликов на самом деле. Это был один самец и две самочки, которые мы приобрели в Казани. Там есть племенной заводчик по кроликам. И с тех пор, как бы, шаг за шагом развивали стадо. Ну, вначале это была, знаете, какая-то идея, интересная идея, но все это перерастало потом в что-то большее. Строились клетки, скалчивался коллектив, брали местное население. Поначалу было тяжело на самом деле, потому что досталась, наверное, полуразрушенная советская ферма в советских времен. Приходилось все это оборудовать, все это поднимать. И, ну, к сегодняшнему дню то, что видим, это было достигнуто руками наших людей. Ну, вот смотрите, ведь кролик – это достаточно нестандартно, потому что, если уж говорить о фермерстве, чаще всего ты подразумеваешь разведение свиней, коров и так далее, то есть такого порнокопытного скота. А вот вы почему-то занялись именно разведением кроликов. Почему? Ведь это достаточно дорогостоящее мясо. Согласен с вами. Мы долго анализировали, чем заняться, в какую нишу нам занятие. И, сделав небольшой анализ, поняли, что рынок свинины, рынок говядины, он, можно сказать, поделен в регионе. И регион на сегодняшний день, он, по-моему, уже и экспортирует свою говядину, и свое мясо в другие регионы. И конкурировать с такими монстрами, которые сейчас на рынке уже сложились, маленькому какому-то развивающемуся предприятию, довольно-таки тяжело. Крольчатина, да, крольчатина был дефицит. Мы сравнили статистику по советскому периоду. И получилось так, что в советский период в среднем семья в год съедала, ну, скажем, не в год съедала, а на семью приходилось около 10% крольчатины среди мяса в год. А сейчас этот процент снизился до одного. То есть есть куда расти. И увидев это все, конечно, нам было очень интересно, мы решили попробовать. И я думаю, мы в правильном направлении движемся. Ну, вы ведь выращиваете кроликов не только, так сказать, на мясо, да, но и просто на продажу людям. А вот вы помогаете тем, кто хочет начать, так сказать, разводить кроликов? Вы и фермер. С советами, может быть, еще чем-то? На самом деле очень много людей обращаются. Мы и на сайте на своем размещаем информацию, насколько это возможно. Люди, которые у нас приобретают кроликов, они, естественно, нам звонят, консультируются. Мы со своей стороны открыты, помогаем, чем можем. Ну, я думаю, что люди довольны. И на самом деле в этом кролиководческом бизнесе, наверное, нет вот этой вот нотки конкуренции. И как бы люди друг другу помогают, люди открыты. Даже когда я ездил по кролиководческим хозяйствам по России, мы там закупали в свое время племенных кроликов. Вот, я смотрел, что все люди открыты между собой. И мне приятно работать вот в этой сфере, это очень интересно. Ну, вы занимаетесь, Дмитрий не зря сказал, что вы занимаетесь не только разведением кроликов, вы помогаете и другим, в общем-то, да, если кто-то хочет заниматься фермерскими бизнесом, да. Ну, кроме того, еще и дополнительные услуги. Это мех, это подкормка, если я не ошибаюсь, да, правильно она называется. И какие из этих услуг пользуются максимальным спросом у населения? Ну, скажу, что меховое направление, оно, наверное, после мяса у нас приоритетное. Мы его развиваем, потому что, ну, скажем так, что мех кролика, он всегда был популярен у россиян. Угу. Вот. И... Варежки, да? Да, варежки, пледы, ну, все, что угодно. Применение очень широкое, тем более, что она, это мех сам по себе очень ноский. Вот. И наши технологии, а наши технологии мы выращиваем по системе Михайлова, она предполагает выращивание кроликов на улице. А это, в свою очередь, подразумевает, что кролики, находясь в холодных условиях, у них вырабатывается такой иммунитет, ну, и жизненные условия их заставляют, чтобы у них появляется подшерсток. А это в меховом деле очень важная вещь, важная составляющая. То есть мех у кролика становится очень плотный, шорстка густая, вот. И глубина залегания корня, ну, получается, он глубже залегает, и тем самым шкурка сама постановится ценная. Вот. И в этом кожевном деле очень ценится. Знаете, чем хочется завершить? Я хочу спросить, а стадо-то каким количеством? Вы их посчитали, всех своих кроликов? Каждый день у нас есть специальная программа, которая ведет учет по каждому кролику, то есть делаем забойли. Сколько их? Да, на сегодняшний день стадо насчитывает где-то порядка 2800. Я вот сегодня смотрел, что-то в этом районе. В таком случае давайте все-таки пожелаем вам, чтобы стадо... Увеличилось. ...росло. Спасибо большое. И бизнес тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.